здравствуйте я александр фридмар кто не знаком со мной сегодня мы продолжим с вами говорить о том о чем мы говорили в прошлой разы мы закончили на том что мы начали тему о любви к себе начали переходить в благодарность насколько это важные понятия в нашей жизни просто философские понятия вот действительно жизненно важны в нашей повседневной жизни понятия и вот о сочетании этих понятий о том насколько они зависят друг от друга мы сегодня с вами поговорим поделаем упражнения разные вопросы по предыдущим занятиям у кого-нибудь есть у кого нету очень хорошо замечательно я такой понятный просто хорошо да самое главное сделать правильные выводы о себе и так как мы с вами говорили уже что мы каждый раз будем немножко вспоминать о тех философских принципах на которых зиждется все о чем мы с вами говорим все базируется на еврейской философии каббалистических подходах каббала кто не знает это тайное учение который является неотъемлемой частью торы и значит напомним о том как был устроен как создавался наш мир у кого есть противоречия с верой в творца тот пожалуйста может открыто абсолютно задавать вопросы все что непонятно все что вызывает противоречия с удовольствием все обсудим объясним подведем как бы соединим разные системы понимания и так мы знаем что творец создавал мир творец это то мы мало можем что говорить о творце потому что мы его разумеется до конца не понимаем мы являемся его частью и части невозможно познать целое но мы знаем что творец создавал мир внутри себя из себя же самого то есть использовался как строительный материал то есть давайте пока будем говорить о том что это высшая сила высшая энергия который создавал наш мир любая материальность состоит и из энергии и мы говорили об этом в предыдущих наших встречах и любая материя состоит из энергии и мы с вами мы с вами вообще все что нас окружает являемся лишь проявлением вот этой божественной энергии все в мире происходит по воле творца наши мудрецы говорят что мы не можем даже пошевелить пальцем без его желания поэтому все что происходит происходит по его воле мы говорили с вами о том что есть вещи позитивные что значит позитивные позитивные это те которые творец нам заповедовал делать те вещи которые мы понимаем и чувствуем как позитивные есть вещи которые позитивны мы их не понимаем и то что мы характеризуем как негатив тоже негативом на самом деле не является с точки зрения творения является только с нашей субъективной точки зрения потому что мы ограничены в своем понимании у творца плохого не бывает все что он делает все как он управляет миром абсолютно хорошо и мы просто с вами не всегда способны понять чем это для нас хорошо приведу вам конкретный пример сегодняшнее утро я помогаю семье наших друзей я беру их детей утром в садик и значит их мама позвонила мне сегодня уже ехал за ними она позвонила ты знаешь я спешил на работу я на такси их отвезла и уже уехала на работу а я вот буквально но не знаю там пол километра от их дома игру ну хорошо я разворачиваюсь и вдруг хлопок такое думаю может стреляют у меня начало бить руль в машине взорвалось колесо представляете то есть не дай бог если взял малышей этих да и машина была бы чуть-чуть на скорости то не дай бог могло случиться что-то очень неприятно и сначала моя реакция на ее звонок было нового нам что не могла мне раньше сказать я бы не поехал я бы там как-то по-другому планировал свое утро а потом игр творец какое большое спасибо что она вот уехала что я был один машине что я там ехал по каким-то внутренним улочкам это не случилось когда маленькие дети в машине и не на скорости и бесконечное чувство благодарности то есть все относительно мы с вами боимся чего-то чем-то недовольны спрашиваем простите за что да только потому что мы не видим всей картины это очень очень важный аспект я знаю что мы все с вами привыкли думать по-другому и в этом большинство наших проблем можно сказать что это корень наших проблем потому что опять же проблема и негатив это ощущение нехватив чего-то когда нам чего-то не хватает и умение вовремя реагировать таким образом что неважно сейчас мне кажется что это плохо я знаю я верю в то что глобально это хорошо это нормально и я из-за этого не расстраиваюсь я не падаю духом я не чувствую какой-то еще там упадок и так далее и тому подобное не скажу ни в какие негативные состояния и мы с вами начали говорить о любви что вся любовь в мире это не совсем то что мы с вами привыкли думать это что нам навязывают масс-медиа дам такую голливудскую форму любви любовь на самом деле это опять же та божественная сила который творец создавал наш мир можно сказать проявление любви это желание давать давать кому-то вкладывать в кого-то безвозмездно не ожидая ничего в ответ как вот я говорил мы любим наших детей и должны стараться любить друг друга муж жену жена мужа и вообще вообще ближних и каждого в отдельности вторе есть заповедь возлюби ближнего своего как самого себя и поэтому если у нас с вами не дай бог есть проблема любить самих себя то как же мы можем любить ближних и как что значит любить себя мы с вами об этом немножко уже начинали говорить это видеть в себе хорошие хорошие качества ассоциировать себя с этими качествами то есть на самом деле то чем являюсь я и каждый из нас с вами это наша божественная душа именно она определяет нас как вот наша вот если тебя спрашивают кто ты то ты ты твоя душа это вот то что тебя определяет то есть человек говорит я человек я там разум я сердце я вот мое тело на самом деле наше тело она временно существует до а душа наша вечно и поэтому то что нас определяет это наша душа и творец любит нас давая все что нам необходимо и есть небольшая проблемка потому что творец нам дал возможность выбирать он нам дал право выбора это право выбора сводится к тому что либо мы принимаем все то что творец хочет нам дать либо мы начинаем считать что мы самые умные и мы сами все знаем и начинаем заниматься от себя тиной то есть выбираем не то что творец для нас хочет и тогда у нас начинаются действительно проблема как научиться это выбирать мы с божьей помощью будем с вами когда-нибудь говорить вот теперь и когда мы выбираем неправильно то есть выбираем то что нам кажется правильным а не то что творец хочет и выбрать мы так ошибочно можем в силу незнания а как мы с вами знаем что незнание закона не освобождает от ответственности духовные законы не менее четкие и жесткие чем там физически или химически или еще какие то которые мы с вами знаем вот то это ведет нарушение этих законов ведет дисгармонии которые каким-то образом обязательно сказывается в нашей жизни и нам дается понять что ребята вы не правы и в связи с этим с этим неправильным подходом мы можем с вами случайно выбрав не то закрыться от системы частью которой мы являемся то есть закрыться от творца и тогда это тоже разумеется влияет на нас не самым лучшим образом и по сути дела все о чем мы с вами говорим все эти упражнения которые мы с вами делаем они направлены на то чтобы помочь нам в разных аспектах открываться творцу то есть мы с вами уже делали упражнения на то чтобы ощущать принимать любовь творца мы с вами делать другие упражнения для того чтобы убирать подсознательные части внутри нас которые сопротивляются этому внутри нас есть осознанная часть то есть вот то что мы понимаем помним логически рассуждаем о чем-то и есть подсознательные части которым ну у большинства и на из нас нету скажем так автоматического доступа да поэтому они называются подсознательные на своих лекциях я лекциях занятиях я учу людей как научиться входить в свое подсознание как научиться с ним работать получать из него информацию и таким образом понимать а почему я перекрыт в том или ином аспекте своей жизни почему мне не получается то что я хочу если это в принципе как бы разрешено творцом почему почему меня все-таки не получается и как пример я обычно привожу один из аспектов моей практике это работа с парами которые в принципе здоровы с медицинской точки зрения но у них не получается родить ребенка вот и уже есть 36 деток которые родились у таких парка и я их называю внебрачные дети жена моя полностью согласна с этим понятием вот после того что чаще всего помог возможно помочь женщине на подсознательном уровне проработать те закрывающие какие-то барьеры которые мешают женщине забеременеть и с божьей помощью женщины беременеют рожают деток вернемся к понятию любви мы говорили о том что вся любовь который существует в мире это любовь творца и единственная любовь которой мы с вами можем любить себя любить окружающих нас людей это опять же любовь творца которую мы принимаем от творца и передаем дальше и поэтому если мы в чем-то закрыты если нам кажется что не дай бог нам не хватит до если нам кажется что чё-то я буду делиться самому надо опять же не дай бог не хватит эгоизм наш да то в такому таким образом через нас идет меньший поток этой любви мы его сами перекрываем как вентиль перекрываем но образа разумеется и окружающие нас люди почему-то говорят что-то какой-то вот не симпатичный человек человек как сегодня есть понятие харизматичный да есть харизматичная есть не харизматичные люди вот харизматичный человек он куда-то заходит все хотят с ним общаться все чувствуют к нему какое-то влечение да почему потому что этот человек он пропускает через себя достаточно большое количество любви а не харизматичный человек и чек который закрывается из такие люди которые окружающими вас воспринимаются как сухарь какой-нибудь такой до без эмоциональный человек и к сожалению очень часто это встречается особенно у мужчин потому что мужчины воспитывают так что ты должен быть кремень до проявление эмоциональности это проявление слабости к сожалению и от этого страдают все но сначала безусловно рядом с таким мужчиной не очень комфортно женщине хотя опять же в зависимости от культур разных культур разных подходов может быть это и ценится что мужчина такой воин что он такой вот не сгибаемый жесткий и так далее но слава богу вот общество которым мы с вами живем так называет моя европейская культура и изначально вот в еврейской культуре ценилась больше душевное тепло душевные какие-то качества человека и когда вот мужчина приходит с женой говорит что-то у нас не ладится жена говорит мне не хватает от него тепла не понимает что она от него хочет и когда начинаешь ему объяснять что женщине хочется мягкости понимания открытости он понимает что это полностью противоречит всему тому что он всю жизнь нарабатывал в себе и так далее и хотя мне вот люди говорят ты ты не прав ты не можешь пропагандировать вот такую мягкость мужскую открытость потому что есть разные культуры я говорю может быть культуры разные но женщина они в принципе не то что одинаковые но как бы женщин нужно тепло внимание любовь и мягкость и вот пожалуйста всем рассказывайте объясняйте что особенно мужчинам что проявили умение проявлять мягкость доброту открытость жизнерадостность это сильные качества человека они слабые ко мне приходят молодые люди которые по натуре свои очень мягкие и они не и и они считают себя третьим сортом они считают что у них никаких шансов нету найти себе хорошую спутницу жизни и так далее их успокаиваю мужик ты будешь на первых местах у девушек потому что ты человек да вот теперь и кстати вот например во многих культурах мы знаем что вот народный герой это воин да помните богатыри там какие-то там самураи еще какие-то рыцари и так далее в еврейской культуре герой это всегда мудрец да то есть человек который мудрый добрый который божий человек как говорится да который близок творцу и проявляет вот позитивные мягкие добрые качества в отношении других людей у нас даже есть такая история в вавилонском талмуде про одного мудреца который похоронен на севере раби шимон бар йохай был такой один из выдающихся еврейских мудрецов и он жил в эпоху когда мудрецы торы преследовались римскими завоевателями и он со своим сыном араби элиэзером спрятался в пещере и они много лет сидели в этой пещере и изучали самые высокие самые скрытые тайны торы и когда они вышли из этой пещеры увидели что вокруг люди там обрабатывают поля живут такой вот обыкновенной человеческой жизни как вы можете этим заниматься когда существуют такие высокие и сокровенные вещи и они так рассердились что не смогли удержать свой гнев и своим взглядом сожгли близлежащие поля и тогда свыше творец им сказал говорит ребята вы идете обратно в пещеру и теперь вы будете учиться сдерживать свой гнев и когда один выходит из себя второй будет его как бы тушить да чтобы вы не разрушили мир который я создал вот теперь мы говорили с вами о благодарности начали говорить немножко сделали чуть-чуть упражнение благодарности мы сегодня побольше об этом поговорим что такое наша благодарность и вообще зачем нужна и как я всегда вот спрашиваю людей вы не задумывались одно из первых вещей вот которые вы все родители здесь которым вы учите своих детей скажи спасибо правильно и вот даже по-русски спасибо это спасибо богу а чуть зачем но зачем вот кому нужно твое спасибо ну сказал я спасибо не сказал я спасибо поел спасибо дали что-то спасибо не дали большое спасибо да то есть почему нужно говорить все время это спасибо зачем нужна эта благодарность еврейская традиция нам говорит вообще что каждое утро когда мы только открываем глаза первое что мы должны сказать это мы должны поблагодарить творца за то что он вернул в нас нашу душу и за то что его вера в нас что в конце концов мы полностью исправимся и достигнем того уровня праведности который от нас ожидает что мы себе не представим как это возможно но вот раз он верит мы ему бесконечно благодарны за это тоже почему это так важно потому что вообще принцип благодарности он следующий когда мы кому-то благодарны представьте себе что для вас кто-то вам сделал кто-то но вот какое-то колоссальное одолжение да которое для вас было жизненно важным представьте как вы благодарны этому человеку вы готовы на все отблагодарить его вы понимаете что ваших слов не хватит вы готовы как какой-то материальную благодарность до проявить то есть какой-то подарок или денежное какое-то вознаграждение то есть вы готовы на очень многое почему потому что кто-то сделал что-то для вас из того что ва вы понимаете что для вас это недоступно сами себе этого сделать не могли мог сделать допустим этот человек потому что ну потому что он обладает какими-то возможностями да если взять самые примитивные какие-то примеры но вот он там на на какой-то должности благодаря своей должности он имеет какие-то полномочия теперь да мы оставим вот эти вот неинтересные все примитивные вещи да а мы поговорим с вами например о том почему муж должен быть благодарен жене а жена должна быть благодарна мужу ну чего это вдруг с какой стати и когда я обычно это парам говорю она это чё это я и так и начинает перечислять бесконечный список того что жена делает да знаете как говорят что то что женщина делает дома не видно видно если она не делает вот а муж готовая что а я тоже вот я там и так далее и тому подобное и оба права вроде бы но я всегда вспоминаю момент когда у меня родился первый ребенок вот это вот ощущение вот вроде не было никого ну я знаю там уже вот шевелился но никого не было и вдруг он есть мало того что он есть он еще похож на меня и мало того что он похож на меня у него на руке написано моя фамилия да имя еще не написано моя фамилия уже написано и без нее у меня бы его не было мы все с вами понимаем неважно какой культуре религии мы относимся что дети это самое главное богатство которое у нас есть значит только благодаря ей я мог стать обладателем вот этого бриллианта которых он мне чтобы не сглазить шестерых нарожала да и это значит что это вот она для меня вот это вот все то есть ну я конечно участвовал да но девять месяцев то она носила в себе и тошнила и голова кружилась и отеки и все прелести жизни буду вам рассказывать да все вы все знаете и рожала меня меня дети мои там тоже внучки родились слава богу и дочка спрос по прожать больно грамм не больно не было я честно сказал мне не был вот то есть и рожала и кормила потом его грудью да это вообще чуть вот его не было и тут раз он родился у нее есть молоко и и он уже умеет сосать и ну ну все чудеса вот чудо а то что он вообще в ней вырос да и я помню я так на жену посмотрел и думаю ничего себе это же это же творец а что вы говорите нет я и не боюсь я нет я и не боюсь я просто понял что что я ничего не понимаю кто передо мной что вот 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 творец мне дал вот этого человека в моей жизни да которая вообще абсолютно другая да мужчина и женщина мы с вами говорили насколько разделяются и вот она каким-то образом вот вот это вот произвела и теперь это мое и в еврейской традиции сын называется ну сын он сын сказано отца такого тогда сын чей я уже значит отец то есть у меня был шок полный мне говорят ну ты какой-то ты там витаешь в облаках фигня но ребенок родился и все нормально его ребят вы себя обделяете то что вот вы не разрешаете себе прожить так глубоко все вот эти вот жизненно важные моменты вы просто у себя крадете вот это восхищение то удовольствие это ощущение полноценности жизни да и да там махнули руку